Дорогие друзья, с вами Яна Фёдорова. В этом видео я вам показываю, какую я вырастила рассаду клещевины. Вот она. Просто на воде. Вот эта вот клещевина импала бронзовая. Из этих семян, вот этот сорт. Я выбрала он высокорозлый. Вот такая рассада по-московски. В рулетике. Сейчас я достану, посмотрю, что же там внутри. Вот какие у неё хорошие тут корни. Аж наружу выходит. Она у меня уже долго стоит здесь. Думаю, уже пора, наверное, её рассаживать. Потому что, смотрю, она уже прям огромная, большая стала. Просто на воде вот такая вот вымахала клещевина. Так. Очень трудно её тут будет сейчас распутать. Надо было это сделать чуть пораньше. Но у меня столько всего, столько разных цветов насажено, что иной раз вот что-нибудь да упустишь. Так. Сейчас посмотрим. Тут корни огромные. Просто расстелила кусочек, пакетик, вернее, целлофановый. Сверху туалетная бумага. Водичкой полила. Семечки разложила. И стаканчик с водой поставила. Вот она проросла сама. И начала расти тут, развиваться. Так. Ну, как хорошо получается. Безземельный метод. Разные я цветы и огурцы там и тыквы всё этим методом выращивала. Получается хорошо. Но вот крещевина не вся взошла. Как-то она трудновато всходит. Ну, тем не менее, вот этих крещевин мне вполне предостаточно. Она растёт огромная. Вот этот сорт большой. Метр двадцать аж достигает. Так что у меня хватит и этих. Одни семена вот этой крещевины проросли раньше. Ростки вон какие. Другие позже. Вот только недавно проклюнулись. Так. Сколько же тут их получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук вроде. Ну, вот. Вот такие. Вот сейчас я их пересажу просто в стаканчики пока землю. Чтобы они немножко привыкли к земле. У нас сейчас как-то жарко её сажать. Я уже замучилась поливать. Посажу её чуть позже, когда у нас дожди начнутся. Просто отделю сейчас их отсюда. И вместе с бумагой же с этой посажу. Это совершенно не вредит. Я уже много так сажала разных растений. Прямо с этой бумагой в земельку или в горшок с землёй. Или сразу в грядку. Всё нормально растёт, развивается. Всё хорошо. Так, сейчас я земельку приготовлю. И посажу её вот в эти стаканчики. Интересное, конечно, растение клещевина. Так. Интересные у неё красивые листья. И цветёт она, если хорошо растёт, если всё с ней в порядке. Солнцелюбивая она. На солнце хорошо растёт. В тени как-то не очень. А вот на солнышке хорошо растёт. Полив, конечно, любит. Так. Это однолетний растений, как я уже сказала. Ну, вот таким вот образом я посажу их все. Они у меня немножко порастут теперь в этих стаканчиках. А потом уже я и в землю пересажу. Да, я хотел бы маленечко заметить, что клещевина не обязательно там сажать, где только корни. Допустим, если вы боитесь, что она может упасть, то заглубляйте её дальше. Она, как помидор, будет тоже сбоку давать корни. Да. Можно было даже стакан и побольше взять. Ну, я не собираюсь долго её дома держать. Буквально с недельку, наверное. А потом пересажу уже на клумбу. Ещё у нас и клумба не готова пока. Столько рассады я насажала и развела. Пока одно посадишь, пока другое. Пока следующее. Вот целыми днями носишься. Сейчас жара наступила. Поливаешь, поливаешь. В общем, тоже хватает забот. Ну, вот я всё рассадила. Вот как хорошо, замечательно получилось. Теперь оно у меня будет прекрасно расти. Ну, вот, дорогие наши зрители, безземельный метод рассада по-московски так называемого. Видите, как всё хорошо получается. Оно и всходит хорошо, и растёт потом хорошо просто на водичке. Так что вот как мне нравится так вот сажать безземельным методом. Пользуйтесь на здоровье. Вот такие дела. Такие у нас новости сегодня.